Это видео я хотел сделать ох как давно и думаю это стало отличным поводом для того, чтобы высказаться, выораться и отпустить то, что так долго горело. Если большинство улетающих пермач сбивает и просто создают новые аккаунты, я решил собрать дизов на ютубе, а это мой дорогой друг, если ты никогда не был на моем канале, я ох как люблю. Я скажу вкратце, что это видео про игру, про комьюнити, про матчмейкинг, про балансы, прочее, прочее. Это видео будет полезно как хардстаг голдянкам, так и пришедшим новым игрокам после аркейна. Ладно-ладно, нахуй нам этот пафос, верно? Лучше просто начать и сразу перейти к делу, и начну я эту историю, пожалуй, с самого начала. Это видео, если чё, не просто хейтерский какой-то там комментарий, а моя история, мой путь и мои ощущения. С фактами, с пруфами и наблюдениями. Поэтому временами может быть нудно, но я постараюсь нудить как можно меньше, однако для общей картины и ясности поискования, иногда мне придётся прибегать к подобным занудным... Хули ты тут умными словами раскидываешься моментом. Видео, если что будет разбито на блоки по таймкодам, сделаю прям всё по красоте. 7 января 2016 года. Мне тогда один хороший знакомый рассказал про некую Лигу Легенд. Я был на то время любителем позависать, беседовал вконтакте, и у нас был небольшой сквад, часть из которых конечно же рубилось всей творение. Мне нравился концепт моба карт в третьем варкрафте, и если что в их список не входило дота, из-за количества всяких сборок, которые надо чекать через отдельное приложение, короче мне это не особо заходило. Мой максимум в доте был, если что мы собирались в компах команда на команду погонять, да и играть умел только на одной дровке, потому что по лору мне нравилась Сильвана, да и не пи***ь, что тебе не нравятся ночные эльфы, а концепт Сильваны это же вообще 12 из 10. Мне больше нравились карты по типу конфетных войн или всякие анимешные моба карты, в которых кайтамам давались пояснения, что вот это ты можешь собрать из этого и этого. Не помню сейчас конечно добавили ли это в доту потом, но короче, выбор между какой-то там дотой и моба карт, в которых аниме, для меня был очевидным. И тут мне хороший знакомый начинает окидывать всякие истории чемпионов, которые я после иду чекать на сайт и видя как это все оформлено, ловлю дичайшее вау. Затем я конечно же смотрю скрины, а потом мне рассказывают про то, как там устроен магазин и что в нем не то, что написано из чего собирается тот или иной предмет, а ты его как будто собираешь по частям. Учитывая, что часть беседы в этой игре это у нас аниме-беседа, соответственно делаю вывод, что там много анимешников. Внимание, вопрос. Какое самое токсичное комьюнити было в шестадцатом году и уверен на все двести пятьдесят процентов, что это конечно же дока 2, ведь там все совокупляются с сужими мамками и ее играют онлайн неадекваты. На тот момент каждый второй видос про доту имел в себе вопиющего школьника. Ой, немного не тот временный промежуток. А тут мне говорят, что это самые милые кавайные анимешные комьюнити, которые собирается в пати и просто играют. Анимешные тянки, крутой магазин, аниме-комьюнити, аниме-игра, прогрессия под видом фарме, эссенцию и покупать чемпионов, уровень аккаунта, свой аватар, ноутокс в чате. Это же просто идеальная для меня игра! Сказал я себе и погнал качать лол. И увидев сколько весит игра, просто обомлел. Ведь там красовались несколько гигов, а на тот момент я представлял сколько же контента в этом шедевре, ведь моим потолком была карта НВХК для третьего варкрафта, которая весила аж целых 129 мегабайт. Именно оно ведь живое не в РФ и это очень плохо для меня обернулось, потому что игра просто отказалась скачиваться из замедленной скорости интернета. Для понимания скорости интернета тогда приходилось минуты полторы качать музыку. Какую? Любую. Глубоко вздохнув, но тем не менее не забив, я продолжил проходить всякие соло игры, догонять всякие карты в третьем варкрафте. Что ж, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и… Вы думали это конец? Нет. Это… Сука еще даже не начало. Ведь я дождался декабря 2018 года, когда интернет у меня стал в разы лучше и впервые запустил на ПК сей чудо. Выглядит круто. Да-да, ты мне можешь там предъявить, что в лиге устаревшая графика, а я тебе предъявлю, что я с четвертым пентиумом и двумя гигами азуса встроенной видяхой жил на тот момент и лига для меня казалась чем-то супер крутым, ибо все нормальные игры на тот момент у меня не тянули. То также раляет и момент, что в варкрафте играл по большей части с ботами, а тут мне предлагался экспириенс в виде людей, да еще и со всеми ранее озвученными плюсами. Что ж, первые катки собственно проходили правдоподобно мнению об игре. Куча новичков жмут кое-как кнопки, пытаются как-то фармить и как-то драться, стоят и думают что купить в магазине и чисто ловят фан. Чатик это также приятное место, ведь там появляются сообщения из разряда того, что кто-то не понимает как работает его скил, кто-то рассказывает, что ему нравится чемпион. Когда мы проигрываем, в чате происходит коммуникация и мы пытаемся выиграть. Но если не выиграли, ничего, бывает. За первые дни в игре я уже приобрел себе компанию и открыл для себя нечто новое. Штуку под названием дискорд. Далее происходят собирашки каждый вечер в компании, мы сидим и чилимся в нормалах. Первым моим чемпионом становится конечно же эш, ведь напомню, что кроме дровки в доте я не умел ни на ком играть, а шап и дровка, ну просто гляньте, одно и то же, ну. И играю я на ней каждую игру, потихоньку осваивая для себя чемпиона. В какой-то игре один чувак из нашей компании пикает зеды, увидев как он круто летает по теням, швыряет сюрикен и вырезает пол тимы, я влюбился. В зеда конечно же, а не в паренька, который на нем катал. В какой-то момент мне стало немного докучать, что я играю чисто на эш, да и ранг 7 уже имею, я решаюсь опробовать что-то другое. И другим чемпионом конечно же становится зед. И откровенно говоря, пересаживаться с ренджей на милишников, это экспириенс охуеть как не из приятных, особенно если ты никогда не играл на них. И конечно же, я сосал. И еще, и еще. А потом я узнал, что у чемпиона существует сложности, и что зед имеет высокий. Я для себя поставил цель, я его, сука, освою. Шли часы нового обитания в игре, затем и дни. Каждый день я одевал шлем на свою голову, брал все легенды и мчал. Мчал на пути к 7 рангу. Меня убивали, и еще, и еще. Но я не останавливался на своем пути, и становление как ага, и ведь этот чемпион сложный. А я... Че, лох что ли? Просыпаясь, я садился за ПК, и однажды заполучил 7 ранг, и уже стал чувствовать себя более крутым и уверенным. Однако... Моей основной целью это было конечно же апнуть 30 левел, и пойти гонять в ранги, потому что в игру я пришел за соревновательным духом, а не просто фаном. Наконец спустя время я его апнул и запустил соло-ко. Меня закинуло в топ-лей, на котором я конечно же не играл, и конечно же я туда пикнул Энни. Подойдя к своей таверке, я недоумевал, че на меня пингует лесник, и почему вообще вся моя команда стоит в лесу. Да, да, чел 30 левел, Мэй на шау ёбок, который никогда не помогал леснику. И даже не знал, что так нужно делать. Игроком, как можно понять, я был еще тем. На меня очень много пинговали, чел писал в час, что мне нужно накидать репортов, там же другой ему начал писать, что он этик и не может принять того факта, что я новичок. Ну а я стоял и кричал потому что хотел, чтобы все жили дружно и понимал, что я руню типам. Потому что кто такая Энни и можно ли в нынешней обстановке карантина купить билеты на топ-лейн, я не знал. Это тупая шутка, ее могут не выкупить, сука. И конечно же я насосал. Выиграли мы или нет, я не помню, но в ранге я после того случая не лез еще пару месяцев. Однако, когда я стал разваливать типов и чувствовать себя супер уверенно, конечно же я пошел тащить. Благодаря рангам я стал обучаться и постепенно осваивать игру. Начав с бронзы, я стал медленно, наверное, пробираться к заветному Элла. В тот момент я узнал про сайт League of Grubs и стал чекать там руны, сборки и прочее, чтобы понимать, что и как работает в игре. Чуть позднее пошли тирлисты, я стал пробовать различных чемпионов, видя как на них играют всякие киберкатлеты на просцене, про это мы чуть позже поговорим. Мой пул чемпионов стал стремительно расширяться. Узнав кого там нужно где репортить, я научился играть на Ясу. Увидев как Годжит выкатывает свою ника, я освоил и ее. Где-то играл на люкс. Увидев крутого чемпиона, который сажает ростки, а потом призывает из них растения, которые могут наебашить нереспектящим тебя челом, я освоил и Зайру. Однако за девятый сезон мой выбор остановился на той самой, неповторимой, ведь Меч достался мне от матери, с ним и великая цель. Благодаря кел за первый сезон я вылез в голду и взял топ-суру сервера на ней. И вот этот момент, думаю, ждало большинство из тех, кто рандомно наткнулся на видос. Тот этап, откуда начались проблемы. Огромные нахуй проблемы, когда стали появляться зачатки хейта. Смотрите каким добрым было начало этого видео, ведь так было у меня. В девятом сезоне, в своем первом сезоне, я ословил свой первый бан, придя в эту игру абсолютно не злым человеком, который играл игры For Fun. Заранее скажу, что ни один сезон с того момента у меня не проходил с более чем нулевым уровнем чести. И если тебе захочется меня оскорбить, назвав токсичным, и так тебе и надо, да иди нахуй мутант ебаный, всё, надеюсь мы друг друга поняли. Ведь расширив свои знания по игре, я то и дело натыкался на идиотов, которые вообще не смысля чё делать. И я им писал в нормальной манере, мол, чувак, ты вот тут сделал не так, сделай пожалуйста приор сюда, помоги тут, там. На что получал массу хейта. Нет, если что, для пояснения, я не был тем ебанутым бесящих всех умника, который сидел и в чат играл, и умничал кому чё делать. Это происходило примерно так. Я стою за Кейл, против Дариуса. У меня в этот момент пачка крипов под тавркой. Я хочу просто в этот момент дожить до шестого, чтобы потом уже как-то немножко дамажить Дариуса, чтобы у меня появился сплэш урон, и я через крипов немножко наносил бы урон Дариусу. Если что, кто не в курсе, раньше у Кейл на шестом левеле, при ближних атаках появлялся сплэш урон. Это уже позже и переделали так, что у неё дальние атаки появлялись, а сплэш урон у неё убрали. В этот момент мой лесник хочет зайти ко мне на лайн, и я ему пингую, что ну типа не надо, чел, у меня большая пачка, а там Дариус. Лесник приходит и умирает. Ну то есть всё, его нет. Я ему пишу в чат, что ну типа чел, дай мне дожить до одиннадцатого левела, я выформлю свои слоты, а потом уже мы что-то как-то придумаем, гангай другие лайны. Но тип меня не слушает, приходит ну второй раз, я ему пингую и он меня не слышит, приходит и умирает опять. В этот момент другие лайны проседают, потому что вражеский лесник приносит пользу, ну а мой всего лишь дает вид Дариусу. После чего тип начинает материть меня, команду и просто афкшить. Когда это происходит в одной катке это окей, но когда это пятая катка за день, а вот мутантов ранее описанных может попасться по 2-3 в твоей команде, начинает как-то немножко бесить. Техподдержка. Это вроде места, где тебе должны прояснить, за какие-то моменты, которые тебе непонятны и узнать как это работает. Я решаю написать туда. Чтобы не затягивать хронометраж и без того очень длинного видео, я просто расскажу вкратце, если захотите узнать подробнее, просто почитайте на паузе. Я пишу, что ко мне кидает типов, а вражескую команду норм парней и привожу примеры конкретных каток, на что мне уважаемый добрикосат отвечает какой-то мотивационной хуйней, чтобы разрядился и пошел все превозмогать. На самом деле это сработало, я поверил и погнал играть дальше, но столкнувшись вновь с бредом в подборе, пошел писать вновь техподдержку. Вновь листаю, на паузе можете почекать че кого. Тут сразу оговорюсь, я немного дурак и писал моментами бред, но главный посыл тут в этом. Повторимся, что игроки не подбираются по рангу мастерству чемпионов уровню, только по скрытому рейтингу и он во всех играх приблизительно равный среднему значению между двумя командами. Мгм, подбор, по ММР. Перемещаемся на три года вперед и после очередной катки у меня зависает клиент и настолько впечатляюсь этим событием, что решаю не просто написать техподдержку, а записываю кратенький видос, который кидаю им. Зависший клиент, который не прогружается после катки и это происходит когда чел... 0.11 блять отыграл, идите нахуй Рита, просто идите нахуй. Так, ник Мекет отыгрывает 0.11. Вот здесь мы видим, что он голд 4 и переходим на его профиль где он внезапно на Сильвер 3. Находим его катку 0.11 на Кайсе и чекаем, что выше и ниже. 6.14 Лисин, 5.11 Ари, 6.7 Эзрель, 3.12 Лисин. Окей, что ниже. 5.9 Ноктюрн, 3.9 Лисин, 7.12, 1.3, 2.14, 0.8, 3.13. Я в этот момент обитаю в голд 2 и мне могут сказать, что его могло закинуть ко мне, потому что он дуо. Заходим к его дуо и видим, что его дуо уже Сильвер 2. А вот так выглядит общая картина. Типы сидят в Сильвере, когда япнулся уже до Г1. Заходим на мой профиль и чекаем катки с начала сезона. Некоторые типы как сидели в Сильверах, так и остаются там сидеть. Типы, которые были в хайплатине, сидят в голде с отрицательным винрейтом. Мммм, подбор очка блять. Окей, тип отыграл 0.11 и я ему закинул репорт за руин каток. Он был со мной в игре в голде, сейчас он Сильвер. Это руин каток налицо. Свинья просто руинит игры. Получив от меня репорт, получил ли он бан? Нет. Он просто продолжил дальше руинить игры, его аккаунт живет по сей день. Вот этот скрин как ярый пример тупости подбора. В моей квалификации у нас тима из 4 типов с лустрейками, а во вражеской команде тупо MLG Pro, у которых на аккаунте победы. Вот. Вот так, если чё, выглядит подбор по ММР. Наступает день, когда я получаю бан чата и решаю написать техподдержку, поинтересовавшись, почему мне дали бан и пишу, что согласен с ним, а вот другим не дали ничего. Опять все листаю, на паузе можете почитать. Акцентирую ваше внимание вот на этом моменте. Понимаю, почему может показаться, что это вовсе никак не работает. Логика достаточно проста. Тот, кого банят, больше не появляется в игре, а в игре остается тот, кого еще не забанили. Отсюда создается впечатление, будто никого вовсе и не банят, так как никто не встречает забаненных в игре. Однако это можно проконтролировать путем либо отчета о быстром реагировании, либо благодаря истории игр, верно? И нет, если чё, бана там никто так и не получил. Проходит какое-то время, и у меня случается крайне неприятная штука с игрой. Во-первых, может внезапно произойти такое, что я услышу звук уведомления, и игра намертво зависит. Типа, намертво настолько, что я не могу ее закрыть ни через Альтф-4, ни через диспетчер задач. А она висит на весь экран, и спасал от этого только перезагрузка компа. Но во время игры что-то баговалось, и у меня на карте пропадал туман войны, и временами пачка противников выпрыгивала из инвиза. Короче, представьте вот этот ком неприятностей. Я, конечно же, пишу в техподдержку, потому что это прям критическая проблема. Обращаю ваше внимание, что этикет создан 21 июля 2019 года. Также вам супербыстро пролистаю всю переписку, которую если чё читать, не обязательно. Спойлер, последний ответ 4 августа, и проблема исчезла сама. Всё, что в переписке, это нахуй ненужные танцы с бубнами. Временами у меня подскакивал пинг, я писал в техподдержку, и мне не помогли. Один кон меня инвентарь заскамил с ключом, и тут мне тоже не помогли. Ещё, реальная кулстори, если считаете меня пиздобалом, то так тому и быть, ибо что пурфануть не могу, то не могу. Ауф. Кто же сказал, что вот мне сейчас нужно сделать скрит, потому что меня заскамит инвентарь. Тупо мамонт. Играю я такой, у нас сливает тип, и у меня нет смягчения от ливеров. Я пишу в техподдержку и описываю ситуацию. Мне тип пишет про условия, какие должны быть, чтобы сработала защита ЛП. Вот тут я немножко сгорел, объясняю дегенерату, что всё, что написал, попадает по защиту ЛП. Сгораю второй раз. Дегенерат отвечает, что я неправ. Сгораю в третий раз. Это автоматическая система, и я всего лишь передаю информацию о том, что я вижу в наших системах. Дегенерат не увидел, что по всем признакам моя игра попадает по защиту ЛП, ведь он... По всем признакам ты пёс. Охуительный мотиватор говорит, что да, это баг, однако... Мне ничего не компенсирует. Однажды я сидел в лобби, и ничего не предвещало, как у меня автоматически доджится катка, и у меня забирают ЛП за додж. Я сгораю, и мне пишут, что да, это баг, но мне ничего не возместили. Техподдержка мне могла помочь только когда я спрашивал 2 плюс 2, и то, сука, не всегда. Вот тут я пишу, что я на лоу-левелах жду катки по 50 минут, и мне пишут, что ну, сука, как бы терпи до 30-го левела. Полезная техподдержка, не так ли? Некоторые этикеты я вам не покажу. Не потому, что хочу от вас что-то утаить, просто некоторые из них я писал ужратом в хлам состоянии, порой желал всего наихудшего и совокуплялся сами знаете с кем. Если серьёзно, то у всех же есть такие стыдные моменты, которые вспоминаешь, и ай, сука! Естественно, трезво читая всё, что писал, мне становилось кринжово, бля, не знаю, кринжевик, короче я, вроде 22, а в тех этикетах, как будто 9-летний еблан с района. И вы могли заметить элементарно по скринам, как менялся я, как меняло моё отношение игра. И знаете, если вам нужна помощь по игре, техподдержка Riot Games, это те самые мудаки, которые завидят вас, раненого с пулевым ранением, будут стоять и насмехаться над вами. Если захотите помощи от техподдержки, знайте, вам всегда ответят. Алло, у меня потери... Сколько можно сюда звонить, еблан, бля, мы тут нахуй... Соединение с сервером. Какой север, я нахуй на востоке живу. Да у меня игра не работает, нихуя. Ты мошенник, ебаный. Отъявитесь от меня уже, сколько можно, бля, ну сколько можно? Две тысячи на ветер. Да, можно две. Ладно, с техподдержкой разобрались, вернёмся и закроем тему с матчмейкингом. С подбором игроков. Знаете, однажды я сидел как Сократ и размышлял. Почему в каждом видео, везде в комментариях под видео, в комментах, в паблике, на страницах людей, и в принципе везде вижу то, что у типов тиммейты плохие, а вот они тащеры. Типа, почему такой плохой подбор, если сука на серваке каждый второй это минимум про Кореи? Так как же получается, что виноваты тиммейты и те, кто отлично играют, не могут друг с другом прокнутся? Уверен, среди вас тоже такие найдутся, и вероятно, очень многие ошибочно думают, что они тащеры. И в этом заключается вся проблема. На ранге лауплат я замечал какие-то просто банальные ошибки от игроков, хотя они сидят в платине, и чуть позже я, конечно же, поведаю вам, как туда попасть. И даже выше, секрет гига прост. Половина игроков нахуй не чекает статистику, вообще. Мне мои же союзники банили мне Катарину, просто потому что я хотел её пикнуть в топ, ведь видите ли, уга-буга, иы, он тролл, иы, уфу-ху, ха-ха-ха, а я всего лишь топ-4 Русевера, который взял на топ-лей, не разваливая очередняр там. Типы постоянно файтятся просто так, это конечно прикольно, как а то плеер одобряю только аркаду, мне это нравится, но никогда мы блять 30-0 играем, но типы этого не понимают. Я недавно играл в клэш и прокнулся с рандомными челами, так уж сложилось судьбой, что в клэшах я играю с саппортом, ибо это та роль, где мне больше всего фаново играть с кем-то сидя в дисе. И мой адк, платина прошлого сезона. Я играю на наутилусе, адк на кайсе. Против нас матчап в виде Джина и Морганы, а в лесу у нас Вьего, у них Сиджуани. Как вы думаете, насколько будет хорошей идеей пермапушить данный лайн? Мой адешник молчал всю игру и постоянно пушил. Платина. И многие из вас наверняка не знают ни как контролить лайн, ни когда смещаться, ни когда файтить за объекты, а когда не файтить. И ты мне скажешь, ты убогий лоу плат, как ты смеешь мне что-то рассказывать про то, что я там не знаю, ведь я Д2 и ты можешь нахуй пойти за своим Д2, потому что я привел примеры, когда Элла вообще никак не описывает игровые знания. Да и тоже Д2 я могу вполне себе апнуть, вы кстати тоже, но об этом позже. Посмотрите на свои винрейты, на винрейты чемпионов, на которых чаще всего играете. Какой там винрейт? Если он хотя бы, хотя бы 50+, то окей. Просто развивайтесь, но все что меньше 50 это уже проблема в тебе, не в твоих тиммейтах. Ты мне скажешь, не, не, просто когда я пикаю вот этого чемпиона, мне кидает троллей, и ты не можешь выигрывать на этом чемпионе с этими троллями, так что меняй его на что-то другое, либо учись. Знаете такую штуку, как сколько людей, столько и мнений. Если вам кто-то пишет чат, что вы хуйёвый, подумайте почему. Возможно это действительно так, но если ты не видишь за собой никаких огрехов, то забей и продолжай делать то, что делаешь. В конце игры посмотри, какие плоды принесли твои действия. Не ори на тиммейтов, они уебаны, с этим все ясно. А вот уебан ли ты? Вопрос открытый. Если ты придерживался своих действий, не обращая внимания на тиммейтов, и победил. Ты молодец, и респект тебе. Однако если вы проиграли, ты был частью этой ошибки. Может не большей, но все же частью. Из вас хуйёвый просто каждый, и даже я. Я вот на юме играл, и мне кидало не совсем крутых ребят. Мой винрейт составляет на ней 33% из 12 каток. Я понял, что не вывожу. Я мудак. И просто перестал на ней играть. Потому что играя на ней, я становлюсь тем, самым придуркам, на которых обычно кричу в чат. Но вот ММР, вернее подбор по этому самому ММР, это полная шляпа, ведь худших мутантов кидает просто черти пойми как. И в итоге происходит такое, что трёх мутантов, которые думают, что им вечно руинит команда, которые играют на чемпионе с 20 винрейтом, не выкупая вообще за игру, начинают писать чат и думают, что они все знающие. Это называется рандом. Именно так он и выглядит. И мутантов тебе будет кидать просто каждую игру, а уж совсем плохо, если ты есть тот самый мутант. Однако каждый, даже бездарь, может себе апнуть абсолютно любое эло. Медведь, вам слово. Да, тут не вылузнул дело, я говорю, это типа этой игре, это по определению не можешь побеждать, просто нахуй невозможно. Ты не можешь побеждать не потому, что ты плохо играешь, а вот просто сидишь, и знаете, как вот есть ММО корейские гринделки, которые у тебя забирают время на то, что ну типа ты там становишься сильнее со временем, да? Это та же самая корейская гринделка, только вид сбоку. Для того, чтобы апнуть эло, тебе нет, ты можешь даже лучше не становиться играть, ты просто должен гриндить, ты должен отдавать этой игре все свое время. Ты отдаешь все свое время этой игре и со временем ты апнешь эло на удивление. Играя 51-52 процента мвр и просто играешь миллиард на игр, а может быть несколько миллиардов игр, и ты опоешела. Про игроки конечно не в счет, потому что у них и металка покрепче, и на то они и про игроки. И вот я подобным методом за буквально две недели апнулся с сильвера 1 до первой голды. Просто 50 плюс винрейта и везение. Также есть правило трех каток, смотрите внимательно. Захожу в игру, если выигрываю все файн, проигрываю три катки подряд, лебаю на другой аккаунт и возвращаюсь к основе в другой день. Также скажу, что это не работает до голды или минимум хай сильвера, потому что там решает именно скилл. Совет для сильверов и ниже, просто найдите своего чемпиона, на котором вам нравится играть и изучите все его тонкости и механики. А вот в голде и выше еще поможет найти дуо. Укажу вам на одну деталь, на которую возможно не обращали внимание. Все гайдеры, которые несут чушь про то, что дуо это не совсем круто и лучше играть из соло, полная хрень. Ведь заметьте, что все стримеры и даже проигроки, когда ставят себе челленджи апнуть определенное эло, проходят да как минимум хай даймонда почему-то с кем-то дуо. А все дело в том, что лучше в команде будет три бомжа, а не четыре. Это уменьшит и флипы, и упростит победы. И запомните, даже бомжи, даже мутанты обитают в хай эло, просто спамя игры. Перед тем, как пойти дальше, предлагаю минутку бомж-плеев. Ставим паузу. У этого Олафа 186 армора. С ультой у него 216 армора. Без ультой 180, окей. У нашего джина три слота. У Олафа, ну почти четыре. То есть, ну очевидно говоря, что должен быть какой-то демплиш. Сто тридцать крит. Крит сто тридцать урона. Топор соло забирает перед драконом. Мы стоим в пусте наху уже три минуты. Это, я понимаю, русский сервер же . .. .. .. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ладно, с клоунами разобрались, погнали дальше Игра Скажет мне, кто-то развивается, но на деле оказывается, что нет Я не буду ныть о том, что раньше было лучше, ведь определенно, что нет Но если смотрим на все в целом Один сезон принес нам ущелье драконов и переработку системы Другой обновленный тупой сука магазин, который мне не предлагает покупать на саппорта Галлио саппортовский предмет Что мы получили за этот сезон? Получили обещание наладить клиент, но это дерьмо по-прежнему грузит i5 просто на 30% Лагает, вылетает и временами его еще надо переустанавливать Обещанные испытания перенесли Хотя вся суть предсезона была в апдейте клиента и релиз новой функции под видом испытаний Смурф Мы многомиллиардная компания Прошлое обновление вышло 4 недели назад То есть месяц назад За месяц мы очень много работали И готовы предоставить вам наше творение Открываем Ослабленные и усиленные Все, гг Серьезно? Только какие-то дятлы по пьяни нарисовали какую-то хуй И все, то есть за месяц это все, что вы придумали Талон в порядке Красный смайт в порядке Господи, какой кринж Сама игра же превратилась в игру ваншотов Математика сломалась просто нахер Говорю это как человек, пикающий Катарину в трех танков Аннигилируя всю карту Просто прожимая кнопки, которые у меня практически идеально выдращены Иногда бывает, что ты понимаешь, что от прокаста условного ассасина ты выживаешь Но по итогу нет А порой влетаешь к типу и у тебя перефиженного внезапно не хватает урона Введенная система камбэков практически не работает Не давая команде камбэкнуть Химтековый дракон вообще просто кринж Который дает автовин тому, кто его забрал Не, типа конечно прикольно Ведь именно в этой игре команды должны делать приоритет на объекты Но вспоминаем про рандом матчмейкинга И эта идея превращается в полную залупу Весь январь можно ознаменовать как месяц постоянных FPS дропов в игре Когда в какой-то момент игры твои FPS летят в ноль И игра просто зависает Просто потому что За год на все, что многомиллиардная кампания способна Это сделать несколько десятков скинчиков Три-пять чемпионов и реворг одного-двух Ведь все приходят за этим Оптимизация, матчмейкинг Может улучшение уже имеющегося Смотрим количество фраз векс На девять минут У Каты две с половиной фразы сука на всю игру До его остального большинства чемпионов Модельки в айлд рифте Мобильные, подчеркну, игре И с пкшной это абсолютно два разных качества И то все ради тех у кого слабый пк У меня вот с таким FPS дропаются и лагает клиент Какие сука слабые пк При этом в айлд рифте могу спокойно запустить на своем железе через эмулятор И спокойно играть Оно не будет лагать так как пкшное ведро Кстати об умном магазине Который тупой Тупее сука твоей бывшей И твоего пса сущего тебе в тапки И который постоянно предлагает тебе билдить Какое-то неработающее абсолютно конченное дерьмо Крит 130 урона Раньше многих привлекали халявой И аудитория действительно росла Кто-то мне скажет мол Да нее Всяких халявщиков взрастили Которые теперь всем недовольны И кто так считает Может просто пойти нахуй Ведь тогда сервер был живым С хорошим онлайном И каким-то разнообразием Сейчас же ты ждешь по 50 минут катки на лоу левелах Просто потому что никому не сдалось это позорище Под видом ру региона Тот же лайвпортал устраивал всякие опросы Проводили киберспорт ивенты Сейчас Этого ничего нет И при этом с буками сотрудничать нельзя Пусть медленно подыхает сервер Но это шанс что игра живет Нет Почему Ну Нет Отношение к комьюнити Это просто мое почтение Компания настолько хорошо знает своих игроков Что принимает самые наилучшие блять решения У нас ужасный подбор Но мы не будем его чинить И вместо этого сделаем затычку Под видом штрафа на додж Страдайте Че говорите Форумы Закрываем Ибо этим никто не пользуется Ведь есть дискорд сервера и реддит Да ребята Этим настолько сука Никто не пользовался Что русский форум был способен набирать по 40к просмотров А знаете в чем таится вся причина закрытия форумов? Нееет Далеко не в том что это типа не популярно Просто на форумах было много крикунов по типу меня И однажды я залез на форум со своим полотном о тупейшем подборе И моя тема провисела в топе дня 3-4 И это я Игрок Лиги Легенд Который играет в нее 1 год Представьте сколько там было таких постов От более заядлых на тот момент лоллеров Зачем спонсировать место Где тебе пишут о проблемах Правильно Незачем Гильдии на руссервере? Нахрен Ой Там Китай орет что-то про Эвелин Про чемпиона Которая по лору является демона шлюхой Которая при пике говорит Ты же хочешь меня? Ой-ой Срочно цензурим Ох Там фанаты хотят сделать старую версию Лола для фанатов Чисто ради фана Не как отдельный проект Просто эдакое окно в прошлое И ностальгия для Ол Что? Там кто-то делает старую лишку Ну сука запретить Запретить старую лишку Ишь что захотели твари Лигу старую для фанатов запилить Там че А? Ааа Они просят нормальный подбор сделать Ну Ча сделаем штрафы за дольше А за третий так вообще пусть валят скоты И завтра приходят играть И ещё захотели Троллей должат они Чё? Зимнюю карту просят? Не-не, что-то как-то по деньгам не получается Идея такая себе Новогоднее настроение? Ну скажи, что пусть Бо Пропуск покупает Устраивает там себе новогоднее настроение Ещё скажи, что вы переделали его фарм Теперь фармить надо ещё дольше Ага Вам нравились всякие логин скрины? КОНЕЦ А нам нет Потому что на это надо тратить деньги Зачем это нам, если мы можем не тратить? Вот Держите минималистичную помойку И живите с этим Животные Оу Уважаемый Да вы троллите Вы портите игры другим игрокам Неплохо Неплохо А? Чё? Вас кто-то дураком назвал? Ну в бан его А вы тролльте дальше Тролльте И это небольшая часть того Где Рита просто клали на мнение Своего же комьюнити За последние годы Игроки лишили всех прелестей и уникальностей Зато получили боевой пропуск На который можно задонатить Клэш с билетом донатным Донатное провию Которым кто вообще пользовался Донатные вечные Которые стоят на уровне неплохих скинов Реально Пришёл ебанутый на голову чел Из 60% фан и качества И 40% прибыли Просто метнул переключатель 80% заработок А остальное Жрите животные Ведь у Рита есть максимально Выверенная тактика Которая как ни странно Но работает И эта тактика называется Медийный отдел По своему же опыту знаю что это Когда ты сносишь это дерьмо Плюёшься и материшься А потом натыкаешься на какой-то трейлер А потом на другой Третий И возвращаешься Питая уважение к проекту Но Нет Это не уважение Это всего лишь пыль в лицо Мол смотрите как классно мы делаем Мы могём И да Райты действительно могут Могут возвращать у людей обратно В убитое донатом помоище Но подожжи Тут донат ни на что не влияет Я ранее озвучил что влияет Ведь средства вкладываются не в комфорт игры А всего лишь ещё больше её монетизацию Да и в целом Как сказать Расскажите проекту Ясуо с его кушкой Расскажите его же Блудмунд скину про невидимые ветерки Близ к ранку копью совершенства с его хитбоксом кушки Это конечно малость, но компания лучше вложится в это Нежели чем в комфорт игроков Игроки на самом деле это тоже отдельная тема Ведь помните Видео начиналось с того, что в Доке 2 Самая токсичная комьюнити, а в лиге все прям ня-ка-вай Я некомпетентен в плане людей, играющих в Доку, поэтому обратился к людям, шарящим и за одно, и за другое И результаты вышли достаточно интересными Уже не выглядит как няшная анимешная комьюнити, верно? Да и в целом можно видеть прогресс моей токсичности за 3 года Этот видос начинался лампово, а сейчас я сижу и просто изливаюсь горой ненависти к тому, что из хорошей мобой деградировало в помойку Мои этикеты в техподдержку и вежливого обращения стали превращаться в рейджи с луной мата, потому что это то, что не имеет смысла существовать 4-5 тел сидят тупо на зарплате и делают целое... Не делают... Ничего... Вообще... 21 числа бомжи добавляют зерри на сервер и ломают тем самым клиент Теперь каждый игрок закончив катку обязан его перезапускать, потому что после игры он намертво виснет Это продолжается часа 3, я не выдержав этого издевательства пишу в техподдержку, на что получаю ответ дебила, который мне предлагает скачать хикстег помощник и переустановить клиент Конечно переустановить, уже рабочий клиент на момент ответа Притом как обычно я, игрок, в курсе ошибки и сам ее выявил, а агент техподдержки... Идиот Просто идиот За 3 года единственный раз, когда мне написали хоть что-то полезное в ТП, это некая ле-рыба Тут написано про годных стримеров, на чьей плей можно посмотреть Эм... Все Ну а насчет комьюнити в целом, тут тоже хватает индивидов За условный прошлый год я сменил около 20 доо, и не потому что я там плохой игрок или плохие игроки, они... И дело не в моей токсичности, ведь вы будете удивлены, но доо это типы, на которых я не токсичу Вообще, ни при каких обстоятельствах Вспомните кайсу из моих клашей, слово типу не сказал Просто, видите ли я блять не помог типу на речке, когда у меня две пачки крипов по таверам Все, я див и последующее удаление из друзей, независимо от того, что за последние 10 каток общий доо винрейт составляет процентов 80 Ведь даже если предположить, так, чисто в теории, что в доке 2 сидят самые токсичные люди, то лол это то место, где в большинстве своем обитают субъекты, которых в детстве пиздили Ведь стоит тебе просто оскорбить дегенерата за то, что он сделал мув, который вам может либо сильно усложнить игру, либо вовсе ее проиграть, ты ловишь репорт и он стоит АФК А после вам прилетает тебе, а не ему, ибо нечего писать тем, кто без того жизнью унижен В поисках тиммейтах зачастую сидят пубертаты, которые не смотрят на чей-то там скилл и как ты имеешь круто разваливать типов, а на твой пол Даже если ты не умеешь играть, им все равно И вот такие обитают в твоих по черту ранкидах, ведь главное не победа, а чтобы тебе кто-то в десике помурчал, ведь ты под пивасная свинья, обделенная женским вниманием ИРЛ Рубрика, как развести срач в паблике ВК И знаете, это очень просто, настолько просто, что хватает всего лишь высказывания своего мнения Есть просто два идеальнейших чувака, которые достаточно известны на руй-сегменте, и собственно, под их комментами особенно видно это самое Один тип это Артем Салтанюк, чел просто очень сильно любит Каина, да ровнее так же, как я помешан на своей Кате И стоит только ему написать коммент, как его просят удалиться, перестать писать комменты, и все в этом духе Самые выделяющиеся индивиды так вообще ждут дня, когда произойдет ранее сказанное То есть представьте себе, чел сидит и пишет комментарии, свое мнение И какому-то работяге Васи, ну вот просто не имется, что какой-то человек просто высказывает свое мнение в комментах в интернете Второй известен очень давно Да, это Александр Кот, который может и не всегда пишет что-то адекватное Но почему вообще кого-то должно волновать, что человек что-то там пишет? Нет, ладно, дискуссия это хорошо, но когда ты пытаешься, как это сейчас модно, отменить человека, который пишет комментарий во ВКонтакте Это... Че вообще за кринж? Предсезон И мне нечего делать Основа висит в П4, а это и было моей целью На других аккаунтах гонять не особо интересно, потому что они в голде А все мы уже знаем, как проходят катки в голде И я решаюсь написать в паблике Зака Гайдера, что ищу человека с гига лоуранк аккаунтом, на котором поиграю в предсезоне И все это за бесплатное, конечно же Основой платы является то, что я смогу как-то интересно провести время И конечно же тут появился гига трайхард комментмастер И стал написывать, что Максимально кринжовый голос надеюсь, потому что это было настолько кринжово, что звучало вот примерно так Хотя на основной странице есть пост, как я смог типа с винрейтом 24 победы на 4 поражения Бустанусь с бронзе 3 до сервера 4 за пару дней И там ММР плюс 14 минус 17 В натуре, как? Стоит тебе попросить ивент на НГ, ведь сука, во всех других проектах есть хоть какие-то плюшки к подобному Рита, как мы помним, хотят, чтобы новогоднее настроение, ты устраивал себе покупкой пропуска Но! Это блог о комьюнити, тут тоже есть свои отбитые, которые вставляли свои 2 копейки, говоря, что УУУУРУ СЕРВЕР ЗАЖРАЛСЯ, вам лишь бы ивентики И я не знаю, что это за сервак, но сей скрин я обнаружил на реддите Катарина Мэйнс И как мы видим, в клиенте есть какой-то ивент И тут есть дата человека, который это скринил Интересно, не правда ли? Ох уж это зажравшийся ру-сервер Подбор игроков, абсолютно тупейшая техподдержка, неоптимизированное говно, баг-багом погодяй Процитирую Чела Сканову Да-да, я знаю, что это кринж Но вот это его парадокс, но в этой игре баланс держится на отсутствии баланса Не кажется ли вам трушной? А это всё я замечу в самой, подчеркну, в самой популярной моба, если вообще не в принципе игре И тут постоянно растёт аудитория, которая сталкивается со всеми озвученными проблемами позднее Только куда кричать об этих проблемах, когда максимум куда ты можешь написать это на реддит Где также сидят куча отбитых, которые напишут, что ты шист и неправ и вообще ты лоу скил Последнее, на чём бы я хотел закончить, это причина Причина, по которой я сделал самое длинное и наверное даже самое информативное видео на своём канале Я признаю, что человек не подарок И я очень импульсивен, особенно в катках, где вложил много усилий и очень хочу выиграть На своём первом аккаунте я был дурачком Частенько встал в УФК и играл в чатик, за что последствий получил первач И без доли сожаления отправился на новый аккаунт, приняв сейф акт На новом аккаунте за первый сезон мне удалось достичь платины Хотя три предыдущих сезона, как можно заметить, я не вылазил из голды Хотя тут причина скорее не в том, что я хардстак, а в том, что у меня несколько аккаунтов На которых висит голд элла и посчитайте, сколько времени приходилось на это тратить Но не суть На новом аккаунте я порой писал в чат, но продолжал играть Бывали, не спорю, игры, где я писал, что АФК и действительно стал УФК Но стоило команде сделать что-то крутое, я поворачивался к зеркалу, говорил Какой похуй, ты шо охуел? Возвращал шмотки обратно и бежал керить Я не поступал логично, да, потому что я человек и действую в основном эмоционально И вот достал новый сезон и я конечно же бросился сразу катать День за днём потуевые хучи каток И вот я уже меньше чем за месяц сейлвера один добираюсь до первой голды Наступает катка, которую разберём отдельно, без заранее записанного голоса Перед игрой в лобби у нас чуть не возник конфликт, потому что наш саппорт хотел пикнуть Тима На что АДК стал возникать, что типа да можно не Тима и так далее, так далее Саппорт стал ему отвечать, что у нас Катарина на топе, а ты вот мне предъявляешь за моего сапа Тимаря Я на это написал, что у нас в топ-лейне топ-4 Катару И взял я свои топ-4 играя на топ-лейне И этот момент видимо, ну, для себя принял Лесник И, ну, дальше можно начать разбираться Условно, я стою против Зери на топ-лейне Крайне неприятные матча, потому что она Условно, я стою А я зонит, зонит Просто вот, пожалуйста, по мне Кушка автоатака, у меня просто пол лица нет Очень неприятно Но... Переместимся чуть подальше Я стою тут просто пытаясь как-то СО формить У неё ещё замедло её СО автоатак Это... Шляпа И... пожалуйста Ко мне заходит Ноктюрн Я тут даём гиберспортивный флэш Вот он, Ноктюрн Я кидаю Оп Зери нет Проходит ещё какое-то время Я стою всё так же под тавркой СО формлю Опять Ноктюрн Опять запушенный лайн как бы Вот она Зерия Ноктюрн Вот он опять заходит Опять я подлетаю к ней И Ноктюрн Не забирает килл Он оставляет его мне Ну... Опять же Видимо Чел понял что Как бы от меня стоит играть И... ну решил мне довериться Я ещё раз забираю Проходит какое-то время Да это опять происходит По-моему здесь Не здесь я был один А, вейт Меня здесь убили по-моему Да-да-да-да-да Это я решил один на один Но немножко не вывез Короче здесь не суть А потом вот Вот ещё один момент Опять ко мне заходит Ноктюрн Вот он я стою здесь Жду Подходящего момента Вот пожалуйста Я выхожу Зерия не знает что У меня Нокт Я начинаю Файт Зерия опять умирает Ну и собственно Я получаю свои Пауэр спайки И потом начинаю Вот по карте Примерно исполнять А где А почему написано Что я очень многих убил А я на базе А вот Просто что-то подлагало И вот исполняю Вот такую вот грязь По карте потом Потому что я Расфижен У меня есть скиллы И ну я могу Если подобное позволить Где-то вот начиная В этом моменте Где-то вот начиная В этом моменте Блять чатик надо убрать Вейт А почему чат показывается Если он выключен Ну Лига легенд 200 лет опыта разработки Кста Вот здесь они Что-то пытались Сделать Ну и как бы вот До свидания И в этот момент В чат Начинает писать Вражеская команда Что за репортиси Топ лейн Типа То что он там FFA Тинтит И вообще он Фидер руинер Но я продолжал типа Спокойно играть Потому что ну Как бы Игра еще не выиграна Выебываться Пока игра не выиграна Запомните Это очень важная мудрость Вот Я играл Играл здесь короче Ну в конечном итоге Мы победили Все окей Победа на нашей стороне Но В чате После лобби Многие начинают писать Что за репортизи То что вот он FFA Он то сё И ну я подумал Что как-то ну несправедливо Относится к чуваку Потому что Я вам показал На таймлайне Сколько вот условно там Раз типа Гангают Потом два типа Гангают Вот Ноктюрн Показано что здесь Если я убираю Сейчас паузу Почему он блять Перемещается сюда Вот Короче опять Два типа Гангают Три типа Гангают Ну то есть Тупо Мы хейтили Всю игру чела Вообще абсолютно Полностью Не давая ему вообще Дышать жить И ничего абсолютно делать Меня очень сильно Распредел Ноктюрн Я посчитал это не очень Справедливым У меня бывали такие ситуации Когда ну типа Меня хейтят на лайне Ко мне лесник Постоянно заходит Я умираю Команда пишет Что виноват я И мне никто при этом не помогает А лесник играет Зачем то От проигрышных линий Которые вообще Ну убиты в хлам Экстричи моя Но не суть Я пишу в чат Что нет лес див Потому что Ноктюрн отыграл лучше чем Диана Потому что Ноктюрн меня Как бы Скажем так Заскейлил Забафал А Диана не Как Ничего не сделала Чтобы вот не произошло Да Чтобы я потом не бегал Не аннигилировал всю карту И я пишу что Лес див Зерри Чувак Молодец Он Красава Неху его блэмить Вот Дальше Я прокаю катку И игрок на зере Попадает ко мне в команду И в этот момент я думаю что О Чел в тильте Обидно Но сейчас все будет по красоте И мы ему вытащим катку Но Кто ж знал Какое это было ошибкой Как можно заметить Панику Чувак на талоне Это тип с предыдущей Который играл на зере Кто то может сказать что Вот у вас тут Зед на АДК Эти аналитика не принимается У чувака был хороший винрейт При условии что он играл на зеде в АДК Никаких претензий Знаете заранее вот Скажу вам такую штуку Народную мудрость Когда то и срака не была блять В топлейне Метой До тех пор пока я не попробовал один чел Пожалуйста я в топ 4 Ру влетел играя на топлейн Катарине Который тоже считается для многих троллингом почему то Не суть Словно я стою против Дариуса Кто то может сказать что это не приятный матчап Но нет это достаточно легкий матчап Потому что он может создать проблем конечно Но это переигрывает Типа я покупаю себе слоты И пожалуйста уже нет Дариуса на карте в принципе Потому что он пользы Приносит гига мало и я его шотаю Вот Кто то скажет там я про Дариус И я бы тебя вынес Молодец чувак Все я не спорю что меня про Дариус бы вынес Но На этом эйло как бы такие дела Все Кстати интересно будет посмотреть на самом деле эту катку Потому что я Вот чат показывается А он Почему то включен А теперь выключен Я еще не нажимал сейчас левую кнопку мыши Он почему то сам выключился Я не видел конкретно что у него онлайн происходило Но давайте посмотрим Он сам попадает на Ешку Ага, интересно Интересное решение Так, дальше Смотрите На каких я гига лоу? Потому что я потроил с Азариусом И понял, что эта идея не из хороших И как бы кмон У меня хп, до свидания просто Чел идет И Типа Вот условно показываю вам Туман войны Так, мы на синей стороне И вижу как тип бегает зачем-то в их лесу Вижу тут Диану И Катарина сигнализирует Что враги потеряны из виду Сигнализирует быть осторожным То есть я кидаю пинги челу Что камон, на лоу, успокойся Он зачем-то продолжает Тут что-то пытаться делать Ну типа В этот момент В чате появляется FF Очень обидно, что чат логов не остается Ну от него появляется что FF Ну типа чел интит и пишет что FF Я ему пишу в этот момент Что тип, я думал что ты нормальный А ты еблан Ну типа зачем ты так делаешь Типа дай нам просто выиграть Тебе игру Потому что он у лустрики висел в этот момент А дальше, дальше Что здесь произошло я не знаю От чего я здесь умер Так, уберем чат Чтоб он не мешал А, здесь меня фрапнули Ну да, я здесь не уходил Я получил по щам Справедливо, в принципе, окей Дальше Смотрим Тип без маны С меньше стейлевел Он пятый Что он тут попытается сделать Он просто встал в этот момент Ну типа троллинг на лицо Вот он опять здесь умирает Как он здесь умирает Окей, видим Свейна Видим Диану Седьмой левел Свейн Шестой левел Талон Окей Интересная ситуация Вот здесь Вот здесь Опять же Я на каких хп На каких хп Дариус Дариус восьмой левел Я седьмой левел Смотрим на шмотки У него поступь Меркурия Ну типа вот мои вещи И его вещи Я понимаю, что у него Ну У него же была ульта в этот момент Да, потому что он ну типа Он никогда не уходил с лайна Мы стояли с ним чисто здесь И фармили крепцов Иногда я с ним пытался трейдиться Но у меня это не особо выходило Скажем так Скажем так Это были такие трейды на проверку Я хотел проверить Хватит ли урона или нет Понимал, что нет И такой Ну значит дальше фармим Пока у меня не хватает урона Чтобы как-то с ним Как-то носить ему урон Приходит талон Я понимаю, что мне сейчас навешивают стаки Мне дадут эр Просто я отлетаю По нему навешивают стаки Тип 0-4 Приходит меня гангать На 2-1 Дариуса Кмон Я ему пингую, что Не надо Чел, я не пойду тебе помогать Но это, блять Просто неадекватнейшая Хрень Это план звучит как Полная херня Просто не выигрывается Но Тип интит И ну Как бы Дает еще один Килл Дариусу Смотрим на карту Он начинает Мне пинговать Почему я ему не помог Хотя до этого До этого Где-то в этот момент Смотрим на карту Сколько я ему пингов сейчас кину 4 пинга Челлу не хватило Чтобы понять Что я не пойду ему помогать В этот момент Он мне начинает писать Что я предыдущий Отыграл 21-2 А в этой я сыграл Типа 2-22 Вот логов чата не остается Вот есть только мои логи чата А его логов чата нет То есть тип обиделся То что я предыдущий Выиграл И я за него вступился В лобби Говоря что типа Челлы вы зря блеймите чувака Но Он мне решил эту катку Просто заруинить Просто потому что Я выиграл предыдущий И дальше Просто начинается троллинг И Всю игру в чат Он пишет Что мне заруинит И что я буду бегать 2-22 в этой катке Вот это адекватно сейчас было Вот это вот адекватно 0-7 бегает тип в этот момент 0-7 3-1 Дариус И я пытаюсь выформить себе все еще слоты Вот пожалуйста Как выглядит Эр Дариуса И Кмон Его тип Бегает к нему Чтобы Мы Что-то с ним Пытались сделать What? Ну Понимаете да То есть Голда могла уйти мне Я мог бы себе еще шмотки накупить И как-то Нет Он просто пришел и забрал Он 1-7 То есть это первый его килл Который он добил И тот который должен был уйти мне Потому что в него Летел тавер хит Здесь блин был прям Конкретный такой момент Где чел троллял Прям ну Ну он и так уже троллит Это видно по игре Ага Еще где-то Немножку подгресс Окей Так Хп талона Хп дарю Блять Восьмой левел Одиннадцатый левел Ну логично да У него были шансы выиграть Я считаю Чтоб вы понимали 4-3 Адк-з 3-5-3 Амуму Я 2-2 Типа вот Чтоб не было претензий Почему я не обращаю внимание На других игроков Потому что А зачем Мы все играем Кроме него У меня был какой-то план И я его придерживался Явно Окей Башня синей команды уничтожена Где-то здесь Наверное Это было Короче момента К сожалению Я не нашел Где он стоял И прям троллил Ну там Знаете Перед врагами Стоял там Ctrl-3 Ctrl-4 Спамил Но если вам захочется Прям поискать Эти моменты Поиграть детектива Во всем разобраться Его ник вы видите Можете найти эту катку И почекать реплей Сами В итоге Я пытался заступиться За игрока Пытаясь снизить его Градус токсичности Вследствие чего Он мне руинит катку Обидевшись на то Что я выиграл в предыдущей При этом же Я признал сей факт Ведь у меня на лайне Сидел ноктюрный Вряд ли бы я настолько Спайкнулся Не будь у меня лесника на лайне Но стоило мне Написать ему Несколько сообщений Как мой аккаунт улетает в бан И несмотря на то Что есть прям конкретные моменты Где он стоит и троллит Его аккаунт жив до сих пор Вот так оно и работает Стоит тебе проявить человечность Как ты просто С нихуя лишаешься аккаунта Я не спорю Это возможно было Не совсем тактично Но справедливо ли Также пока я монтировал видео Глянула Что за претензии В третьей игре И знаете Видите вот это сообщение Перед игрой под видом Ты конченый Это чувак Забанил мне Катарину Хотя я ставил ее на припик Это служит причиной бана мне И дабы ко мне не было Вообще никаких вопросов Я хочу быть максимально Открытой книгой для зрителя Как уже озвучивал ранее Я человек не подарок И порой позволял себе Выражение в чате В духе русский мутант Или русская собака Не потому что я отношусь Как-то индивидуально к русским Вообще По хую Ко всем нацам отношусь нормально Просто человек Не оскорбится на изнасилование Твоей мамки Не оскорбится на вождение В кино Но на это Возможно сейчас оскорбятся Даже некоторые зрители Повторю Ничего не имею Против национальности Просто именно Это словосочетание Подрывает джепы Как ничто иное И если что да Моя национальность Не отличается Итого Политика игры Себя представляет Полчища троллей Не важно кто как играет Он может тебе руинить Как угодно И ты можешь если что То же самое Главное не юзать чатик Но если ты хочешь выигрывать И постоянно коммуницируешь Со своей командой Пускай не всегда В положительном ключе То однажды Просто получишь бан И не важно что ты хотел выиграть И не важно что тебе просто Не везло с тиммейтами И не важно что Лига легенд Это соревновательная игра Подобные игры Всегда подразумевают Под собой жаркие споры Во время игры Брани И вождение мамок В кино Лига Это место где собираются Мягонькие леваки Которым стоит только написать Что они плохие Как ты тут же Отлетаешь в бан Мы нашли новые способы Вымещения Своего внутреннего зверя Своего внутреннего Уш Сука хочу уебать Ну вы поняли Ивенты пока дел Видео не закончились Ведь после бана Изначально пошел И создал тикет в техподдержке Не думая почему Меня забанили И знаете Лига настолько крутая игра Что у них даже сайт Багованный Когда ты заходишь С одного браузера В разные свои профили У тебя тикеты в техподдержке Внезапно сливаются Смешиваются воедино С одного аккаунта И со второго аккаунта И я писал Со своего забаниного Кютгелуву Аккаунта про бан И вот что из этого вышло Короче Чуваки Вот смотрите Тупо Вот Тупо блять Пруфую Кютгелуву Вот мой ник Блять Написан Справа сверху Вот он тикет Где я пишу про бан Типа вот Я ему пишу Что Окей То есть мне попадается тролль Я не спорю Что пишу ему в чат Но после мута И бан выдают мне А не ему И я никак не могу Разблокировать свою учетку Верно Вот сегодня я Ну нахожу Вот этот момент Что типа Это Ну Как бы Третью игру Свою просматриваю Где бан Дают Блять Мне За то Что мне Чел Блять Забанил Чемпиона Это просто Кринж И он мне пишет Здравствуйте Дэд инсайт Кютгелуву Дэд инсайт Знаете Что за Дэд инсайт Блять Дилигу в грабс Вот он отвечает На Дэд инсайт Чуваки Дэд инсайт Забанил Блять 145 дней Это мой аккаунт Который в бане 145 дней Я ему пишу Ему пишу С вот этого аккаунта Где Кютгелуву Тедлбэп Не отвечает На мой первый аккаунт И шлет Логи с чата Первого аккаунта Типа Ясо Я блять Стоит Сто тысяч лет Нахуй Не играю На Ясо Сука Здесь да Реально Я Может писал Что то жесткое Но похуй Почему Он не отвечает На мой первый аккаунт Блять Что ж Каждый для себя Сделает вывод сам Некогда писал Огромный пост На форуме Но Теперь этого К сожалению Сделать нельзя Однако у меня Есть свой форум На котором Вы сейчас Находитесь Если поделитесь С этим видео То огромная Вам благодарность Вы поможете Появиться Небольшой справедливости В этом мире А еще У меня есть Телега Ссылка на нее Есть в описании Подписывайтесь Лайкайте Дизлайкайте Пишите Свои мнения И услышимся Субтитры создавал DimaTorzok